Это было вот с таким вот каменным лицом коуча. Здравствуйте дорогие друзья, я такая крутая Наташа Ширяева, я вам сейчас расскажу, как вы сможете научиться продавать на Etsy. Я сейчас, честно говоря, готовилась для того, чтобы снять видео, то есть не выйти в эфир, а именно снять видео. Но потом, когда я начала его снимать, я поняла, что я не могу говорить уже просто в камеру, мне это не интересно, что мне интереснее гораздо говорить это для живой аудитории, знакомые буквально все лица, кто появился уже в ютубе. Все-таки случилось, я вообще сейчас собиралась в гости, поэтому эфир будет не длинным, я просто все то же самое, что я хотела рассказать в видео, я вам расскажу так. Потому что мы даже с Русланом сейчас посидели, вспомнили вообще всю нашу работу над магазином, над моим за последние три года и вспомнили еще опыт людей из клуба развития магазинов художников, которым мы помогали. И все это я сконцентрировала, вот тезис на анализ точки, то, о чем я хотела рассказать в видео. Я лучше расскажу вам это все вживую, у вас будет возможность задать какие-то дополнительные вопросы. Да, я думаю, эфир будет не длинным, он будет где-то ну полчаса, потому что потом надо уже нам уезжать, нас ждут в гостях. Вот едем мы, кстати, к художнице в гости, к Анталийской. Она русская, но она живет в Анталии давно. Вот, и для тех, кто может быть потом будет смотреть это видео, да, кто не знает меня, не знает историю моего магазина, я продаю картины и загружаю я их регулярно на Этси с 13 февраля 2018 года, хотя магазин мой зарегистрирован с 14 года. Вот с 13 февраля я считаю, как день рождения своего магазина, хотя дата регистрации была гораздо раньше. И сейчас я открыла свою статистику, посмотреть, вот, так сказать, окинуть взглядом эти три года работы. И я даже, я, наверное, это видео потом скачаю и сделаю вот этот эфир, скачаю, сделаю из него полноценное видео. Я хотела вставить скрин заработков, что за три года у меня оказалось заработано 27 700 долларов. Это грязный заработок, да, из него там платились налоги в казну США, из него осуществлялись последний год отправки, потому что когда-то, год назад еще я отправляла картину за счет покупателя, сейчас уже нас обязали отправлять за собственный счет, да, поэтому это как бы грязный заработок. Вот, но все равно это такая внушительная сумма за три года работы. И я еще хотела показать скрин именно, как эти заработки росли из года в год, что первый год это было 4 200 долларов, за второй год было это уже 8 500, за третий год это было уже, то есть это именно 18 год, 19 год, да, и за 20 год у меня получилось уже 13 300 долларов, и сейчас уже у меня за 21 год у меня уже где-то 1700 долларов заработка. Вот за, получается, 40 дней, да, вот этого года нового, то есть суммарно получилась вот такая огромная сумма 27 700 долларов. Вот, это очень внушительно, и главный график выглядит так, что линия идет ровно вверх, то есть получается в геометрической прогрессии увеличивается заработок. Я так представила, если эту линию продлить на 21 год, какой может быть заработок за 21 год? Ну, мне почему-то кажется, что у всего есть предел, да, и у заработка на Этси тоже есть предел, конечно же, потому что, ну, возможности человека, они все-таки не безграничны, да, он может определенное количество все-таки картин рисовать, там, какое-то, не больше, там, не больше какого-то количества. Вот, но все равно это все очень радует, это очень все бодрит, и последний год ведение клуба продающих художников тоже показал, что если стартовать на Этси уже имея какую-то информацию под рукой, имея какую-то помощь под рукой, то развитие магазина происходит гораздо быстрее. То есть не так, как это было у меня в первый год, там, я первые полгода просто как-то на ощупь, там, что-то проверяла, какие-то темы, форматы, материалы, все было совершенно интуитивно. Вот, то сейчас, когда люди уже с нашей помощью магазины заводят и стартуют на Этси, у них совершенно по другой схеме развивается магазин. Вот если они концентрируют свое внимание на Этси, да, не распыляются, действительно имеют возможность, время сосредоточиться на этом, а от нас они получают уже ужатую информацию, концентрированную, то, конечно, развитие происходит гораздо быстрее. То есть старт совсем другой, не так, как у меня, там, от нуля вот так вот оно пошло. Вот. И мы с Русланом подумали, вот с высоты своего опыта, да, моего магазина лично и магазинов художников из клуба, мы записали тезис на некоторые советы, которые бы хотели дать начинающим. Вот. И я думаю, что это видео будут смотреть не только художники, могут смотреть люди, которые вообще любым рукоделием занимаются, производят любые товары какие-то там, одежду шьют, делают украшения, делают какие-то элементы декора для жилья. Вот. Ну, в общем, на Этси можно вообще все продавать. Даже и то, что вы сами не произвели, то тоже там уже продают. Вот. То есть, в общем-то, это хорошая такая площадка для продаж любого товара. Любого товара. Главное понимать вообще, насколько он востребован или не востребован, и насколько ниша конкурентная или не очень конкурентная. Вот. И первый совет, который я бы хотела дать тем, кто хочет начать продавать на Этси, то, что начинайте с информации. Не заводите магазин на Абум. Не загружайте работы на Абум первые. То есть, не выдумывайте, не делайте это через Google переводчик. То есть, ищите информацию, концентрированную по Этси, конкретно. Как вообще, с чего начинать? Начинайте оформление магазина поэтапно. То есть, не пустой магазин начинайте заполнять, в котором нет шапки, нет анонсмента, нет никакой информации там об авторе, о том, кто эти товары все произвел. Где нет никакой информации, и туда уже начинать там что-то загружать. Нет. Начинайте сначала, делайте все поэтапно. У нас в клубе есть эта вся информация, как поэтапно этот магазин оформлять, чтобы это все было грамотно. Потому что упячка за нами, за всеми следит. Алгоритм выдачи на Этси. Он следит за тем, как идет процесс вообще оформления магазина. И магазины недооформленные, они в выдаче вообще не появляются, начинающие. То есть, все должно быть сделано грамотно с самого начала. И листинги тоже не загружайте на Абум. Имейте какое-то представление об оптимизации, прежде чем вы начинаете загружать первые работы. Не называйте их, как вам вздумается, как вы просто переведете в гугл-переводчики. То есть, информация – это первое вообще, что у вас должно быть в начале, в самом. Второе. Не распыляйтесь сразу на много разных площадок, на много разных сервисов. Если у вас есть соцсети, притормозите работу везде и займитесь плотно только Этси. Вот все магазины, которые быстро и удачно стартовали, ими занимались люди, которые сконцентрировались в этот момент только на Этси. Не на 500 площадок, не на 500 соцсетей параллельных, а только на этом. То есть, один-два месяца концентрации в начале, потом вы можете заняться опять всеми своими площадками, всеми своими соцсетями. И это будет возможно, когда вы уже на Этси сориентируетесь. Но когда вы приходите туда, отложите вообще все свои дела максимально. Если вы работаете где-то по найму и хотите в будущем сменить профессию, возьмите отпуск и займитесь этим в отпуске. Не по вечерам после работы, не по выходным, когда вам надо с семьей гулять и заниматься хозяйством. А именно выделите время, выделите минимум один месяц. Получите информацию и начните старт. Грамотный, четкий, хороший старт. Это очень важный момент. Те, кто АБК делает, те, у кого Этси на каком-то пятом месте после других площадок и сервисов, на которых он работает, те, у кого это после работы, те, у кого это по выходным, когда вам хочется идти гулять, а надо посидеть, что-то поеду сделать, у них не получается стартовать. Их магазины, как правило, никакого не дают результата. И люди бросают. Просто потому, что неправильно было старт сделан. Это вот первый, самый главный момент. Второй момент. Спрашивают, а что? А что мне продавать? Я умею то, я умею все. А на чем мне сконцентрироваться? Я и пляшу, и над людьми играю, и сказки рассказываю, и там еще какие-нибудь показываю мимические миниатюры. Нет, вам нужно сконцентрироваться на одной нише товаров, но сделать спрос максимально разнообразным. То есть, если вы художник, вы предлагаете все, что вы умеете, во всех материалах, во всех размерах, вы пробуете максимально разнообразный товар, но в одной нише. Так вот я рекомендую. Что происходит дальше? Дальше, если у вас хороший старт, и вы грамотно начали вести магазин, у вас начинают происходить продажи где-то на второй месяц, как правило, это уже происходит. В конце первого, на начале второго месяца. А дальше вы начинаете уже собственные продажи анализировать, и ваша ниша, она начинает заужаться. И где-то через полгода ведения магазина вам уже становится понятным, какой у вас товар продается, на какой нет спроса. И тогда ваш ассортимент товара, он заужается. Но не сразу он узкий. Не сразу вот вы решили, что нужно только вот такое продавать. Я сконцентрируюсь только на больших абстрактных картинах маслом или акрилом. Нет, максимальное разнообразие вначале. Максимальное разнообразие, чтобы выяснить, что у вас начнет продаваться первым. А потом заужаете свой ассортимент. И потом вы заужаете его до такой степени, когда вам просто комфортно, вам не скучно, но при этом у вас практически весь товар уходит. То есть не 5% товара востребовано, а практически весь товар однотипно и востребован. И вот так будет лучше всего именно для заработка. Вот так вот грамотнее всего вести магазин. Как начинать и как продолжать его вести. Потом сконцентрируйтесь на понимании того, какой товар вы можете производить быстрее всего. Товар должен быть не трудоемкий. Товар должен производиться в течение нескольких часов, чтобы у вас в этот же день оставалась возможность его опубликовать на продажу. Потому что самые лучшие, самые как бы магазины продающие – это те, кто делает минимум один товар в день, поставляет как бы в свой магазин. Вот. Поэтому… Любая мазня, сделанная со вкусом, даже если у вас совсем слабые возможности, но проявленный вкус – это уже вещь, это уже картина. Из всего, что вы умеете делать, выберите то, что вы делаете быстрее всего. Ну и естественно, должно быть вначале разнообразие какое-то, а потом вы заужаете спектр разнообразия, и вы делаете этот один товар в день, и загружаете его в тот же день. Вот. По итогам ведения клуба продающих художников в течение полутора лет, мы с Русланом сделали выводы, что на успешную работу, успешный заработок хороший, вышли магазины, которые вот этим требованиям соответствовали. То есть грамотное оформление, нетрудоемкий товар, который быстро производится, ежедневная обязательно работа. Вот. Вот эти первые, самые главные три условия. И, конечно же, обязательно нужно работать, особенно в самом начале, учиться с сервисами аналитики. Иранг, Мармалит. Вот. Это очень важно. И изучать спрос в магазинах конкурентов. Но только изучать спрос в магазинах конкурентов, этого мало. Или только работать с сервисами аналитики, это тоже мало. Потому что в сервисах аналитики очень много информации, которая может повести по ложному пути. Потому что там проанализированы какие-то темы и запросы, которые накручены художниками в поиске своих магазинов. То есть это неправдиво, не совсем стопроцентно правдивый спрос там отображен. Но и только анализ магазинов конкурентов. Это тоже не совсем правдиво будет. Потому что в магазинах конкурентов могут быть накрученные поддельные продажи. Могут быть продажи людям, которые приходят из социальных сетей. Некоторые магазины в Etsy ведутся только для социальных сетей, для сбыта товаров через социальную сеть. То есть они используют сервис Etsy только как площадку подведения магазина. И поэтому вы, проанализировав этот магазин, это вас только запутает. Поэтому обязательно комбинируйте работу в сервисах аналитики Иранг и Мармолит с анализом магазинов конкурентов. Вот тогда более-менее понимание приходит, что действительно востребовано, а что не востребовано. Это вот основные вещи. То есть вот такие четыре пункта мы основные выделили для того, что нужно знать, чтобы успешно стартовать, успешно развить, не бросить, не разочароваться и выйти на хороший регулярный доход. Сменить профессию, сменить свою работу, там нелюбимую или какую-то еще, которая мало приносит денег, которая там отнимает много времени и не дает удовлетворения. Сменить ее на творческую работу, в которой вы будете заниматься, работать на себя, заниматься тем, что вам нравится и зарабатывать этим. Вот такой вот концентрат. Из того видео, которое я хотела снять, но в итоге вот я вышла в эфир к вам. Сейчас я гляну чат, отвечу на какие-нибудь вопросы и дальше я поеду в гости, потому что длинный сегодня эфир я не планировала проводить. Вот. Проданный листинг я не делаю. Реню нет. Я делаю копирование и загружаю, если похожий товар, загружаю в новый листинг. Я считаю, что это более продуктивно. Бывают такие случаи, когда в магазине продается первый товар, и может быть, если в этот листинг загружен такой же товар, то он начинает как бы регулярно продавать. Вот такие примеры были в нашем клубе у магазинов художников. Вот. Это называется сделать свой товар бестселлером. То есть вот этот первый проданный товар, он может стать бестселлером. Его пометят значком бестселлер, сам Этси, и будет постоянно его продавать. Если вы готовы продавать одну и ту же картину, рисовать ее все время, повторять, то это хороший вариант. Если вы продаете принт, то это еще лучше. Вот. Именно вот эта первая продажа, действительно, и даже моя первая продажа, она тоже стала бестселлером. Я ее копировала, по-моему, 13 раз, а потом просто устала. Она у меня для красоты в магазине висит. Друзья, ну, вопросов пока больше нету, поэтому я буду сегодня закругляться. Спасибо вам, что вы вышли вот так вот внезапно, вот, и поддержали меня, так сказать, чтобы я могла это не просто на камеру говорить, а общаясь с живыми людьми. Кстати, получилось гораздо лучше. Вот я сделала несколько попыток все то же самое рассказывать на камеру. Это было ужасно. Это было вот с таким вот каменным лицом коуча. Здравствуйте, дорогие друзья. Я такая крутая Наташа Ширяева. Я вам сейчас расскажу, как вы сможете научиться продавать на Этси. Слушайте меня внимательно, и тогда у вас все получится. Вот. А когда это эфир, это совершенно другое настроение, это совершенно другая энергия. И когда эфир, мне гораздо легче говорится в потоке. Поэтому на этом я с вами буду сегодня прощаться. Вот. Я желаю вам удачных, удачного этого дня, удачных всех ближайших дней, удачного творчества, продаж. Вот. И приглашаю желающих научиться продавать свои картины к нам в клуб продающих художников. Всего доброго. До свидания.